Купол дышит. Теплый воздух в спортивное сооружение школы номер 14 поступает через воздуховод. А в этом большом ящике, что снаружи легкоатлетического манежа, находится то, без чего подача тепла была бы невозможна. Это новый теплообменник, который установили на днях. Теплообменник – это калорифер, через который проходит горячая вода с отопления, продувается вентилятором и подается в купол. За счет этого в куполе поддерживается плюсовая температура. Но со старыми теплообменниками температура была даже до минус трех опускалась, когда на улице было минус 30. С новым, наверное, будет получше. Старый теплообменник свои позиции сдал давно и не обеспечивал помещение необходимым теплом. А позже выяснилось, что и ремонт его невозможен. На средства областного бюджета и накопление школы номер 14 был приобретен новый аппарат, который изготовили на заводе в Ступино. Первыми температурные изменения в манеже почувствовали школьники, занимающиеся на уроках физкультуры. Да, стало намного теплее. А раньше прохладнее? Раньше было прохладнее, да. Зимой приходилось одевать шапки, варежки и куртки. Да, стало теплее. Я на атлетику раньше не ходила, это первое занятие. Но у нас была здесь физкультура. Да, теплее стало. Раньше только в кофтах. Сейчас можно в футбол. С наступлением осени под свод купола переехали и спортсмены секции ВСМПО, футболисты, горнолыжники и легкоатлеты. Например, тренер по легкой атлетике Владимир Чиньков подвел итоги летнего сезона. Три человека выиграли в область. Три человека в призерах были. Командой мы из 12. На носочках идем. Четвертое место команды заняли. Из 15, по-моему, команд. То есть сделали определенный шаг вперед. Сергеева Алена по результатам соревнований. Она зимой выиграла. Область и летом была в призерах. Ее пригласили. И она поступила в училище Олимпийского резерва в Верхнем Кишме. В настоящее время там уже две моих ученицы учатся. Одна первая – Катя Кудрявская. Об успехах многих спортсменов говорит и их форма. Ребята успешно представляют свои учебные заведения на городских соревнованиях. И привозят медали с областных пробегов. Мы в этом году ездили в Пермск на Камерскую райскую. Пробежала 400 метров за минуту 0,6. Первый юношеский практически взял. Секунды не хватило. Хочу пробежать на следующий раз на первый юношеский, чтобы занять призвольное место. Вот еще в воскресенье кросс лыжников было третье место заняло. Результат 6 минут 40-10 секунд на дистанцию 2 километра. На областных соревнованиях на дистанции 1 километр 3 минуты 12 секунд. На дистанции 1,5 километра на областных соревнованиях. Второе место было 5 минут 1 секунда. И на 800 метров третье место. Октябрь считается для спортсменов межсезоньем. Это время дает возможность основательно подготовиться к новым стартам, которые уже не за горами.